Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня мы готовили жареную картошку с луком. Это очень простой, безумно вкусный рецепт. Оставайтесь с нами и посмотрите это видео полно. 9 средних картошек, 1 луковица. Нарезаю картошку сначала так, а потом кубиками. Самое главное, чтобы кубики были примерно одного размера. Теперь вот так руками нужно ее разделить между собой, чтобы кусочки свободные были, не слипшиеся. Пока я нарезала картошку, казан нагревался. Я в него сейчас наливаю подсолнечное масло. Специально для вас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столовых ложек масла. Подсолнечное масло, рафинированное, без запаха. И сразу засыпаю сюда картошку. Добавляю огня, чтобы картошка хорошо прогрелась. Я слышу, хорошо зашкварчало. Накрываю казан крышкой, делаю умеренный огонь и нарезаю лук. Вот так руками тоже разъединяем. Оставляли картошку под закрытой крышкой, где-то минутки на 2. Она слегонца пропалилась. И теперь мы ее будем жарить. Также мы картошку накрываем крышкой, но не до конца. Ставим палочку бамбуковую. Вот так накрываем крышкой. Выходит пар, какое-то количество пар оседает на крышке. Это тоже необходимо для того, чтобы картошка хорошо, равновенно там прожаривалась. Прошло 4 минуты. Открываем крышку, с крышки сливаем воду в картофан и перемешиваем. Видите, она уже такая подрумянилась от дна. Сильно намешивать не надо, разровняли. Возвращаем на место шпажку, накрываем. Пришло примерно 5 минут. Аккуратно открываем крышку. Перемешиваем вот так от дна. Переворачиваем. Вот, смотрите, уже какая красота. Пришло время добавить лук. Так вот, ручками. Жамкаем слегка лук. Стараемся сделать так, чтобы лук упал на дно, картошка осталась сверху. Солим по вкусу. Какая чайная ложка с горкой соли нам понадобится. Перемешиваем. Ништяк! Лук становится прозрачным. В принципе, на этом можно прекратить жарить. Он слегка похрустывает, но уже стал сладким. Если хотите, можно добавить огня. Как это сделаю сейчас я. Хорошенько обжарим на большом огне в течение минутки. Это уже очень вкусно. Пока жарится, нарезаем в произвольной форме простой, свежий салат. Наша картошечка готова. Последний раз перемешиваем. Вот, что тут какая-то цвета. Прихватилась, подремянилась. И отключаю глаз. Я порезала батон. Сделала салат. Буду накладывать картошку. Вот так. И рядом выкладываем салатик. Вот такая красота. Картошка любит черный перец. Вот так, слегка. Ммм, какая красота, товарищи. Самое простое блюдо Советского Союза. Которое любят все. Не отказываются от этого блюда даже те, кто сидит на диетах. Знаете, иногда, если не слишком много, если не слишком часто, то можно все. Можно сделать так. Примерно так. Я картошку выложила в пиалку. Припрессовываем ее. И переворачиваем центр тарелки. Такая изысканная подача самого простого и обычного блюда. Ну и можно, естественно, немножко красить. Добавить несколько веточек кропа. Чтобы так у нас тарелка стала повеселее. Если вам понравился мой простой, безумно вкусный рецепт, ставьте лайки. Вам ведь не сложно, а мне будет приятно. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на верхний колокольчик с надписью «ВСЁ». И тогда вам будут приходить уведомления о новых видео от нашего канала. И вы нас точно не потеряете. И можно сделать вот так. Сверху выложите овощи. Польем соком. Теперь сверху все слегка приперчу. Красота. Ну что, будем пробовать. Хотя, собственно, что здесь говорить. Все и так понятно. Вкуснятина. Картошка мягкая, но форму держит. Сюда обязательно нужно влезть кусочек хлеба. Он прям сюда просится. И вот так. Огурчик, картошечка, кусочек хлебушка. Красотища. Она получается румяненькая такая, но не сухая. Не жирная. Масло было в меру умеренно. Он стал прозрачный. Но он такой похрустывает. Пахнет вообще на кухне просто сумасшедший аромат. Почему решила сделать этот рецепт? Потому что вкусный рецепт картошки люди просят. Жареный именно. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Мне казалось, что уж пожарить картошку может каждый. Оказывается, нет. Ну что ж, делюсь с вами. Вы делитесь со своими друзьями. Отправляйте им ссылку на это видео. Они скажут вам спасибо. Я говорю спасибо вам. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши лайки. Тоже за делайки. Самое главное, не оставайтесь равнодушными. У нас на канале уже очень много вкусных и быстрых рецептов. Простых рецептов. Домашних рецептов. Смотрите наши плейлисты. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новых встреч. Пока-пока.